Курортный сезон стартует 1 июня. На благоустройство всех улиц города два месяца. По итогам недавнего визита мэра в завокзальный район, санитарный порядок во многих дворах оставляет желать лучшего. Это говорит о очень слабой работе главы района вместе с управляющими компаниями, да и с квартальными, потому что если есть такая территория, значит надо же принимать меры. Бытовой мусор выносят туда, и это сплошь и рядом. Это ни одного двора мы там не нашли, чтобы не было. И естественно, что, Андрей Викторович, немедленно принимайте меры, вывозите весь этот мусор, приводите их по... Мы не можем допустить, чтобы эта эпидемия, которую могут создать наши горе-жители, чтобы она еще и пошла на территорию других микрорайонов. Для нас это смерти подобно. Смерти подобно. Мы курортный город. Порядок должен быть не только во дворах, но и прежде всего в зонах гостеприимства. Касается это и торговых объектов. Все они должны быть приведены к единому облику. Наличие рекламы на фасадах и кричащие вывески недопустимо. Все должно быть в едином стиле. За иное размещение баннеров предпринимателей ждут штрафы. Точно заплатить придется тем, кто по-прежнему, несмотря на запрет, сдает в аренду электрокары на Америтинской набережной. Велосипедная дорожка предназначена исключительно для двухколесных средств передвижения. Другие же портят покрытие. Его ремонт теперь будет произведен за счет нерадивых предпринимателей. Еще одна проблема Америтинки – это сдача в аренду земель, оформленных исключительно под ИЖС. Многие жители сооружают в своих дворах объекты торговли или шашлычные. В мэрии создана рабочая группа. Она проверит все прибрежные улицы на предмет такой предпринимательской деятельности. Под особым контролем объекты торговли в Адлерском курортном городке. Первомайский суд города Краснодара, оказывается, узаконил собственность те павильоны, которые установлены в Адлер-курорте. Теперь мы восстанавливаем сроки, восстановили, да? И все сносим там. Причины для этого есть. Нас никто не оповещал о том, что приняты такие решения. Восстановить все сроки и в судебном порядке снести эти все объекты. Начались работы по отсыпке пляжей и очистке русел рек. Кстати, впервые на курорте будет введен запрет на купание в реках и водоемах объектов турпоказа. Коснется это территории, где плавание вовсе не предусмотрено и тех объектов отдыха, где не будет обеспечена безопасность на воде. Главы внутригородских районов должны установить на этих территориях аншлаги, запрещающие купание. До тех пор, пока на этих территориях не будет обеспечена безопасность, не будет проверено дно, не будут установлены спасательные вышки, дежурство спасателей. Все, что предусмотрено 536-м постановлением администрации Краснодарского края. Что касается пляжей, то, как подчеркнул глава курорта, свободный доступ должен быть на все, кроме федеральных и ведомственных. Кроме того, туалеты там должны быть бесплатными. В этом году появились три новых пляжа в Лазаревском районе – в Аше, Горном воздухе и Учдере. Сейчас проводится конкурс среди арендаторов. Концепция внешнего облика пляжей будет прежней. А вот количество голубых флагов, то есть знаков международного стандарта, возрастет с 6 до 13. Отдельный вопрос на планерном совещании был посвящен национальному проекту «Безопасные дороги», в рамках которого Сочи ежегодно будет получать 830 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия во всех районах. Каждый житель сможет внести свои предложения и проголосовать за улицы, где необходима замена асфальтового полотна, на сайте администрации города. По результатам народного голосования в мае будет составлен список улиц, где ремонт пройдет до 2020 года. По такой же схеме дороги будут обновляться на протяжении пяти лет. Ну а сейчас дорожники займутся восстановлением путей, ведущим к кладбищам. Начинается подготовка к Пасхе. И всех сочинцев просят принять участие в наведении порядка на погостах.